своих дней, тонкую хрупкую нить дружеских отношений талантом, удерживать друзей и любимых, которым где-то надо уступать и идти на компромисс. Таковы были первые мысли, прошедшие на ум Алексею после пробуждения. С 44 года Леха был одинок, у него не было девушки, она бросила его по своей инцитиве. Друзей, матери, с отцом, близких родственников, родителей Алексей похоронил 10 лет назад, а все остальные родственники держались от него особо деком, не запуская к себе на расстоянии пушечного выстрела. Никто и близко не хотел подпускать бывшего наркомана. Леха неохотно встал, потянулся, в правом боку кульнула. — О, это меня! — Самый первый, поздравляя, печень, произнес он, потирая правый бок. — Епатит не щадит, печень завласила убийца. Да, за гаев, который дают наркотики, надо платить, даже не платить, а расплачиваться, промотал он. А вот и сердце присоединилось к поздравлениям. Мол, как без него? Надо тоже дать знать им неннику. Что не забыло, какой сегодня день. Как-никак мы вместе по жизни 44 года шагаем. Я самый важный орган в твоем организме. И все это время без отпусков и прогулов гоняю кровь. Потирая грудь, произнес он. Сколько оно разжималось за все это время. И перегоняло эритроциты седативными веществами по сети вен организма. Но насчет, что без отдыха трудишься, ты покоричилась, сердце, вспоминая, как бы себе задал вопрос именник. А как же насчет остановки после передоза? Ну, правда, пару минут. Но потом ты стала продолжать свою нелегкую вахту. Заработала, не останавливаясь. Не отправила меня в темное царство Аида. Спасибо. Это самый лучший был подарок от тебя. Сердце? Тебе не хочется покоя. Пропел он басом. Самым лучшим подарком сегодня было бы, если вы бы о себе не напоминали. Сурово прошептал Горочкин. Своему возрасту он имел тяжелые заболевания, не одно. Повернуть время спять, размышлял он. Никогда бы не притянулся бы к этой гадости. Шатаясь, Леший прошел в ванную комнату, умыл лицо. Первым делом он взглянул в зеркало, в котором отобразился образ худого человека, про которого говорят кожи и кости, с темными кругами под глазами и бледным оттенком кожи, коротко стриженными светлыми волосами, которые торчали в разные стороны. Харьи глаза были близко посажены, прямым перебитым в двух местах носу. На щеке имелся шрам, который напоминал о былой подосовке с бывшим дружком. По медиколяни шутливо говорил он про шрам. «Век, Кольку, не забуду! Да более знакомые воспоминания, когда смотрю в зеркало!» Улыбнувшись своему отражению, показал ротовую полость, в которой не хватало зуба. Это в одном из конфликтов бывшая сожительница выбила ему передний зуб. Его рост был 108 сантиметров, он был человеком славянским.